Слава Господу! Поприветствую 25 человек вокруг себя. Нам 25! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Приветствую вас, друзья! Не успел уехать, как вернулись? Господь Великий! Привет вам из Белоруссии! Мы соседи, мы так близко. Если сказать, то мы недалекие, мы близкие. И во Христе, и географически. Слава Господу! У нашего Бога есть что-то великое для наших народов. То откровение, которое Бог дал новому поколению, оно исполнится. Оно исполняется. Аминь! Слава Господу! И мы будем не просто очевидцами, мы будем участниками. Мы будем Божьими инструментами в исполнении пророческого слова. Я даже и не хочу быть на трибунах. Я хочу быть на этом поле. Аминь! Аллилуйя! Там, где на самом деле разыгрывается самый величайший кубок. Царство Божьего! Аминь! Слава Иисусу! Скажи, мой Бог благ! Аминь! Слава Господу! Так много всего есть в духе. И думаешь, как стартануть, а? Ну, во-первых, огромное спасибо пастору Алексею. Слава Господу за верность, за посвящение. Вы знаете, это, наверное, самое драгоценное качество. Самые дорогие. Они драгоценные, поэтому они очень дорого стоят. Мы платим большую цену, чтобы приобретать верность, приобретать посвящение и быть постоянными в добром деле. Вы знаете, это самое дорогое качество. Это самое дорогое. И платится очень великая цена за эти вещи. Легче всего сорваться, уйти. Легче всего просто, знаете, развернуться, хлопнуть дверью. Легче всего это делать. Но продолжать стоять, продолжать быть верным Божьему откровению. Продолжать быть посвященным Божьей цели. Я вам скажу, это стоит дорого. Это дорого стоит. Аминь. И у каждого есть тысячи шансов, чтобы все бросить, уйти. Или оправдать свою слабость, или какое-то поведение странное. Аминь. Но если ты здесь, ты благословен. Слава Господу. Бог великий, Бог. Аминь. И знаете, чтобы нам действительно исполнить Божью цель, церковь должна быть преображена. Аллилуйя. Преображение церкви. Должно произойти преображение церкви. Мы должны с вами иметь откровение о церкви. Аллилуйя. Церковь это не только армия. Правда же? Церковь это собрание людей Божьих, наделенных властью Божьей. Это и тело Иисуса, это и невеста Христа. Церковь это храм, это его присутствие, это его творение. Когда смотришь на церковь, когда вникаешь, когда размышляешь, читаешь послание к ифесянам. Я не знаю, это откровение вообще о церкви. Все послание шесть глав. Аминь. Оно раскрывает, что такое церковь Иисуса Христа. И какая велика роль церкви Иисуса на земле. Аминь. И я верю, что церковь придет в это сверхъестественное единство в последнее время перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. И мы исполним волю Божью. Аминь. Я верю, что дьявол будет посрамлен. Я верю, что все его намерения, все его замыслы, они будут посрамлены. Аминь. Я верю в братство Христово. Такое слово старое-старое, но оно такое прекрасное. И в нем есть помазание. Братство Христово. Аллилуйя. В этом есть сила. И знаешь, что на этом слове есть помазание Божье. Аминь. И Господь будет использовать. Аллилуйя. Это единство для того, чтобы реализовалось каждое Божье откровение. Слава Господу. Прекрасная прошла конференция. И на самом деле мы все еще в подпечатлении. Все люди, которые приехали из Беларуси, у нас много было. Не знаю, или сто, или двести. Даже и не считал. Там по регистрации можно видеть. Там не все регистрировались еще. Но много очень приехало. Все настолько благословлены. И благодарны. Благодарны Богу. Благодарны церквенного поколения в Риге. Пастору Алексею Ольге. Потому что то откровение, которое Бог дает, оно не всегда понятно сразу. Не всегда понятно. Я, знаете, это уже говорил. Еще раз скажу. Когда пророки пророчествовали что-то, они не всегда понимали, что они пророчествовали. После того, как они пророчествовали, они собирались вместе и начинали истолковывать это пророчество. К какому времени, когда, кому это вообще. И как Иисус потом говорил, многие хотели быть в это время. Они хотели. Они пророчествовали. И они думали, что они окажутся в этом, в исполнении этого пророчества. Но, увы. Амин говорит. Но вы счастливы, потому что вы именно находитесь в этом времени. И я верю, что откровение о Ковчеге Завета – это божественное откровение. И это могущественное откровение. Это откровение для наших наций. Это откровение для тела Иисуса Христа. Потому что Словом Божьим все сотворено, все держится, все живет. И потом Словом Божьим все свернется. Аминь. И если мы с вами поверим в Слово Божье, если мы пропитаем себя Божьим Словом, мы будем благословенными людьми. Аллилуйя. Вот что держит меня – Божье Слово. Вот что движет мной – Божье Слово. Божье откровение. По-человечески, знаете, у нас разные вкусы, у нас разные интересы, у нас разные взгляды. И мы можем поссориться из-за мелочи. Но если в нашем сердце Божье откровение, мы никогда не бросим друг друга. Аминь. Мы победим любую боль, мы преодолеем любое испытание, мы преодолеем просто любое, вот такое человеческое противоречие. И мы будем вместе служить Господу. И утверждать Царство Божье в наших землях, в наших нациях. А для этого Бог и избрал. Я помню, когда, знаете, в самом начале пастор Алексей говорил, Бог избирает человека, чтобы был народ. И потом, это, знаете, вначале были семинары, вначале там были такие отрывки. Потом это все было, знаете, с формулером, все это было собрано, да, и библейская школа. Да, потом у нас уже открылось. И знаешь, и потом мы это учили здесь, учили в своих нациях, городах. И мы вначале и так провозглашали, да, Бог избрал Авраама, чтобы был народ. Моисея, чтобы он вывел народ. А сегодня мы сами стоим в наших народах и уже понимаем, почему мы в этих народах. Аллилуйя. Почему мы в этих землях. Аминь. Не для того, чтобы строить поместную церковь. Не для того, чтобы строить свое княжество. А потом, знаете, хвастаться перед кем-то, что, а вот моя церковь лучше, чем твоя. А моя церковь чуть больше, чем твоя. Друзья мои. Слава Богу за тех людей, в сердце которых, да, аминь, поселилось это Божье откровение. Великое откровение. Аллилуйя. О спасении нации. О спасении целого народа. Чтобы привести народ ко Христу. Чтобы христианские ценности, они стали, знаете, во главе угла. Они стали центром каждого народа и каждой нации. Я верю, что только христианские ценности являются ключом и исцеляющей силой нашего общества. Касается ли это Латвии, касается ли это Белоруссии. Христианские ценности и никакие другие ценности. Аминь. Божье откровение, которое пришло с неба, оно коснется сердца нации. Растопит лед, разобьет камень в этом сердце. И мы увидим праздники поклонения. Мы увидим славу и величие Божье в наших землях и в наших народах. Во имя Иисуса. Если веришь, скажи Аминь. Аллилуйя. Бог живой. Аминь. И Он царствует. Иисус Господь. Матфея 4, 18, 20. Итак, друзья мои, чтобы нам достичь Божьей цели, которую мы не всегда понимаем, которая настолько глобальна, что нам очень тяжело вообще ее познать. Живем 40, 50, 60, 120 лет и все еще хотим познать. Это правда. Аминь. Но нам надо преображение. Скажи преображение. Скажи посвящение. Аллилуйя. Смотрите, что говорит Иисус своим ученикам. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас. Аллилуйя. Ловцами человеков. Они тотчас оставили сети, последовали за ним. Знаете, Божье Слово, оно настолько глубоко, ты никогда дна не достанешь. Оно настолько высоко, что ты никогда потолка не достанешь. Широко. Аминь. Оно необъятно. Одно и то же самое Слово читаешь 40 лет, оно открывается по-новому. Оно тебя вдохновляет. Оно приносит жизнь в твое сердце, в твою семью, в твое служение. И вот здесь Иисус, смотрите, простые вещи. Идет по берегу моря. Для нас, латыши, это все понятно. Есть Рижское море, Балтийское море, Рижский залив, да. Аллилуйя. Можно представить, идет Иисус, смотрят рыбаки и говорит, идите за мной, и я сделаю вас. Мне нравится это слово, и я сделаю вас. Аллилуйя. Вот верю ли я в это слово? Это ведь слово Господа Иисуса Христа. И он говорит, Наталья, следуй за мной, я сделаю тебя. Леонид, следуй за мной. И вот 23 года назад Господь взял и позвал меня из Латвии. И говорит, следуй за мной в Беларусь. И я что-то сделаю. И знаете, чтобы что-то Бог сделал со мной или с тобой, нужно абсолютное посвящение Господу. Нужна покорность Господу. И я не боюсь этого слова, не боюсь даже этого выражения или слова, что покорись Божьему Слову. Подчинись Божьему Слову. Аминь. Он говорит, следуй за мной. И что делать? Он не сказал, куда. Он не сказал, через что мы пойдем. Он не сказал, с чем мы столкнемся или встретимся. Он не сказал, сколько он нам платить будет. Ничего не сказал. Просто сказал, следуй. И сказал, я сделаю. И чтобы Бог произвел перемены в моей твоей жизни, что необходимо, церковь? Посвящение. Вера. Нужно двигаться верой за Господом. Аллилуйя. Мы всего еще не знаем, что Бог приготовил для нас и что еще ожидает нас завтра или в следующем 15-м году. Но если Он сказал, и если я верю, и все еще продолжаю следовать, я увижу Его величие и в моей жизни, и я увижу это в жизни моей семьи, и я увижу это в жизни моей нации. Аминь. Я помню, когда мы только начали служение в Барановичах, Белоруссии, на одном из служений помазание зашло. Дух Святой. Мы просто поклонялись, пели в духе. И вдруг Дух Святой наполнил устой, и я начал провозглашать. Белорусь, омытая кровью Иисуса Христа. Белорусь, преображенная и возрожденная силой Святого Духа. 93-й или 94-й год это был. Но вы знаете, это слово настолько вошло в мой дух, что до сих пор я это провозглашаю, и я это провозглашаю каждый день. Я, может быть, тогда до конца даже не понимал, что я провозглашаю, потому что я начал небольшую церковь, поместную церковь, да, не в столичном городе, а в районном городе. Но Дух Божий уже положил слово, которое звучало для нации, звучало для земли Белорусь. Народ преображенный, народ возрожденный силой Святого Духа. Аллилуйя! И знаете, и в этом есть сила. Иона, когда ходил по Ниневии, мы нигде не читаем, чтобы он заходил куда-то, да, в какие-то там царские палаты, но мы знаем, что от царя до самого простого человека все услышали слово, которое он проповедовал, слово, которое Бог вложил в его сердце и в его уста. Амин! И заговорили все, и знатные, и простые, и великие, и невеликие. Амин! Все заговорили эти слова, смирились перед Богом, и Бог избавил Ниневию. И Бог избавит наши земли, избавит наши народы и наши нации. И придет благословение. Аллилуйя! А сегодня я еще больше начинаю понимать силу и значение этого провозглашения и этого Божьего Слова, которое Бог вложил в дух. Он говорит, следуй за мной, следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Потрясающее слово, простое слово. Но в этом слове я вижу такое требование о посвящении. Не будет посвящения, и не будет преображения в твоей жизни. Скажи это кому-то из сидящих рядом. Скажи посвящение. Абсолютное посвящение. Скажи кому-то, Иисус требует абсолютного посвящения. Аминь. Будь посвящен цели. Будь посвящен служению. Будь посвящен Божьему откровению. Оно может звучать странно. Аминь. Какой-то человек будет стоять сбоку и говорить, если бы я был бы Богом, я бы никогда этого человека не избрал. Я бы никогда этому человеку не доверил. Если бы я голосовал, я бы никогда бы не выбрал этого человека. Но если Бог что-то хочет делать, никто Ему не помешает. Я все еще продолжаю познавать моего Господа. Аминь. Я помню одну такую простую историю, когда учительница заставила весь класс кричать в небо, Бога нет. А один мальчик не кричал. И она говорит, а почему ты не кричишь? Он говорит, если его нет, зачем кричать тогда? А если он есть, зачем с ним портить отношения? И вы знаете, что такое вера? Это отношения. Есть люди, которые говорят, я не верю в Бога. Ты просто не хочешь с ним строить отношения. А Бог есть. Аминь. Верующий человек, это человек, имеющий отношения с живым всемогущим Богом. Аминь. Слава Господу. Поэтому пусть эти отношения, они будут сильными. Он говорит, следуй за мной. Не просто как раб, а строй отношения. Познавай. Продолжай познавать Господа. Много непонятного. Я помню, как первое время вообще ничего не получалось. Откуда я знал, как церковь вообще начинать? Меня никто не учил этого. Я вообще не знал такого слова пастор, только знал слово пресвитер. Это было вообще другое время. Совершенно другие были слова. Другой лексикон вообще был. Но был огонь в сердце. Это жажда, какая-то страсть проповедовать Евангелие. Любовь ко Христу. Ты любишь Иисуса. Ты любишь этих людей, которые погибают. Проповедуешь Евангелие. Ты говоришь, зачем тебе идти в ад? Ад не для тебя. А зачем тогда Бог его создал? Конечно же, для дьявола и ангела его. Но не для тебя. Веруй во Христа Иисуса. И потом смотришь, что делает проповедь Евангелия. Люди рождаются свыше. Образуются церкви. Образуются движения. Появляется другой народ. Святой и праведный народ. Аминь. Слава Господу. И я помню, как первое время, знаешь, ты не знаешь, ты любишь Господа, а у тебя ничего не получается. Ты молишься, ничего не получается. Помню, как пастор Алексей говорит, денег не дадим. Он благословил меня. Говорит, будешь проповедовать Евангелие. Слово будешь проповедовать, у тебя все будет. Не будешь проповедовать, в лучшем случае вернешься. А знаете, возвращаться стыдно было. Как это так? Ты же проповедуешь слово, оно же должно работать. Но если это слово Божье, если оно живое, так оно должно что-то производить живое. И оно производит. И знаете, я честно поделюсь с вами, никому не говорите. Помню уже, это начало 92-го года было, такая зима. Я ушел куда-то, камыши в болото, плачу. Я говорю, Бог, да я не знаю, что делать мне. Я не знаю, как проповедовать. Я не знаю, что такое церковь. Я не знаю, как ее найти. Я не знаю вообще. Забери меня. Честно говоря, я просил смерти себе. Просил, Господи, забери, я плачу. Это хороший опыт, знаешь, познание Господа. И мы должны изучить голос Духа Святого. Ты должен знать голос твоего Господа. Я помню, как Бог меня поднял, вытащил из этого болота с камышами, какими-то засохшими снег кругом. Что ты здесь делаешь? Встань и иди, что-нибудь делай. Что-то делай. Вот такое слово пришло, простое слово. Я начал что-то делать. Развешивать афиши, да, и так далее. Раздавать, приглашать, придумывать служение, евангелиционное исцеление. Услышал, что там какие-то африканцы учатся, в Минске. Их пригласил к себе. Сделали одну конференцию, вторую, третью, смотришь, аллилуйя. Потом пастор Алексей приехал, команды приехали. И такая благодать пришла Божья. Аллилуйя. Слава Господу. Когда сейчас вспоминаешь, в те времена, знаешь, иногда и смешно. Аллилуйя. Но, с другой стороны, это твой опыт, во время которого ты изучаешь голос Духа Святого. Аминь. Итак, друзья, не будет перемен, если не будет посвящения. Аминь. Благодать Божья, она не будет действовать и проявляться в моей и твоей жизни, если я не буду верой следовать за Иисусом Христом. Каждый из нас имеет слово от Бога. Каждого из нас Бог позвал и сказал, иди за мной. Следуйте за мной. Следуй за мной. Не следуй за авторитетами человеческими. Не следуй еще за какими-то вещами. Следуй за мной. Продолжай следовать. Чего тебе еще надо? Следуй за мной, говорит Иисус. Ну, тяжело. И что всем тяжело? Или как кто-то говорит, кому сейчас легко, да? Смотрите, это же самый принцип посвящения. Мы видим апостола Павла Римлянам 12.1.2. Римлянам 12.1.2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аллилуйя! Представьте тела ваши. В другом месте Иисус говорит, где вы собраны во имя Мое, двое или трое. Есть великая сила, когда собирается Божий народ вместе. Мы должны быть посвящены церкви, мы должны быть посвящены собраниям. Вы знаете, однажды Господь просто открыл мне, какая сила и какая ценность есть в собрании Божьего народа. Молитвенное ли служение, служение в среду, воскресенье, домашние группы. Вы понимаете, в этом есть великая Божья сила. Если мы не будем посвящены этому, не придет преображение. Аминь! А у нас масса оправданий. Я устал, я устал, а у меня денег нет. Автобус, на автобус опоздал, или еще чем, на трамвай там опоздал, да? И так далее. Но посмотрите, что говорит Павел. Он говорит о посвящении. Умоляю вас, представьте тела ваши. Знаете, если бы собрание людей, вот как мы собираемся на собрание, не имело бы никакого значения, я бы никогда не разгонял бы такие собрания. Слава Богу, что сегодня такое хорошее время, да? Никто нас не разгоняет, а нас не надо разгонять, мы и так не хотим идти. Но мы знаем времена, когда прилетали люди, да, в форме и разгоняли собрания. Я помню, как мой отец рассказывал, когда они здесь жили, здесь же, в Прибалтике, и уходили в лес, чтобы собраться, помолиться. Казалось бы, ну зачем вам разгонять каких-то сотню грибников, которые в воскресенье решили за грибами пойти? Но приезжала милиция и разгоняла это собрание. Если бы собрание детей Божьих не имело никакой силы и никакой ценности, друзья мои, да никто бы не разгонял. Мы должны познать, мы должны это откровение хранить в наших сердцах и не оставлять никогда своих собраний. Аллилуйя! Библия говорит, один прогоняет тысячу, двое прогоняют тьму. Есть такие проблемы, которые ты никогда сам не решишь, но когда ты приходишь на собрание, Иисус говорит, если два или три соберутся и что-то попросят, согласятся и попросят, будет все. Я верю в это слово. Я верю в это слово. Я знаю, потому что и мне приходилось проходить через различные обстоятельства, тяжелые обстоятельства, и мне нужна Божья благодать была. Амин. И может быть не было собрания, но я мог позвонить двум или трем людям и согласиться, молиться о чем-то. И была победа Божья. И было чудо Божье, и слава Божья была. Аллилуйя! Наш Бог, Великий Бог. Поэтому, братья и сестры, посвящение, посвящение Божьей цели, посвящение Божьему откровению, посвящение Церкви. Меня сегодня удивляют люди, может быть, я такой религиозный, я не знаю, или еще вот из тех времен, с прошлого века верующий, да, или в третьем поколении, как сегодня говорят верующие, но я ценю собраниями. Я не понимаю людей, которые по скайпу хлебопреломления проводят. Домашняя группа, такие современные христиане. Один человек говорит, я не нашел Церкви в моем городе достойной моему духовному состоянию. Вот почему я не хожу в собрание, а я хожу в собрание. Другой человек говорит, я каждое утро в воскресенье просыпаюсь, спрашиваю у Духа Святого, в какую Церковь мне пойти? Я говорю, слава Богу, Бог меня освободил от таких вопросов. Вот честное слово, я знаю, в какую Церковь я пойду в воскресенье. Чего ты только не услышишь вообще сегодня в теле Иисуса Христа. Мой пастырь Христос и я член Вселенской Церкви. Поэтому будьте посвящены собранию, посвящены Церкви. Вы знаете, иногда, может быть, нужно ждать 10 лет, иногда 20 лет. Мы не знаем, сколько. Но все, что Бог обещал, Он исполнит. Аминь! Пророческое слово совершится и исполнится. И в нашей жизни, и в наших семьях, и в наших землях, в наших городах. Ты веришь в это, Церковь? Аминь! Аллелуя! Посвящение. Будьте посвящены. Это как-то не модно, может быть, сегодня. Но послушайте, какой брак, какая семья сильная. Там, где люди не только говорят друг другу, я люблю тебя, но когда они посвящены этой любви. Если нет посвящения этой любви. Мы ведь тоже не во всем едины в своей семье, по-разному смотрим на разные вещи. Аминь! По-разному хотим деньги тратить. Разное кушать хотим. Из-за мелочей просто вот происходят какие-то споры. Но при всем этом можно оставаться вместе. И знаешь, что является ключом к этому единству? Посвящение. Той любви. Аллелуя! Которая однажды зажгла в сердце. Тому откровению, которое Бог вложил в твой дух. Я помню, мне помогла одна фраза Лестера Саммерла 89-й год с травмой. Такой пацан вообще еще был. С армии пришел только недавно, да? Слушаю его. А он говорит, я не понимаю людей, которые в день по 100 откровений получают. Мне Бог дал в 16 лет одно откровение или в 17 лет. Вот я уже и 70 лет держусь этого откровения. И сегодня я его понимаю. Слава Господу! Бог ничего тебе нового не скажет, кроме того, что Он проговорил тебе в самом начале. Знаете, когда Бог призывает, Он сразу вкладывает всю программу в тебя. Он дает тебе видение, Он дает тебе направление, Он поднимает такую планку. Амин! Высокую планку. Это дьявол, наглец. Он постоянно хочет нам доказать, что всего нам не хватает. Такая недостаточность Божьего откровения и Божьего слова. Но это ложь. То, что Бог вложил, этого достаточно. В этом твое покровительство, защита, гарантии твои и благословение твое. Амин! Еще одно место прочитаю и или еще есть у нас время? Слава Господу! Скажи посвящение, преображение, преображение моего сознания, преображение моей жизни, моего характера, преображение моего служения, преображение моей церкви. Аминь! Преображение моего города, преображение моей земли и моей нации. Слава Господу! Я благодарю Бога! Знаете, Беларусь за 20 лет сильно преобразилась и внешне преобразилась. Я верю, вот пришло это время, пришло время церкви. На самом деле, вот пришло время, чтобы церковь вышла, чтобы христиане вышли, чтобы они ничего не боялись, потому что то, что мы имеем. Друзья, это как раз то, что необходимо и нужно нашему обществу. Те откровения, те слова любви, радости, утешения, которые в помазании совершают божественную работу в судьбах людей. Аминь! Слава Господу! Люди каются, люди жаждут Бога. И это происходит сегодня в Беларуси. Люди каются. У нас есть люди такого уже зрелого возраста, они говорят, завезите нас просто и оставьте, мы пойдем и будем проповедовать. Просто на машине доставьте до населенных пунктов, мы будем благовестствовать Евангелие. И мы доставили и раз, и два, и три. И вы знаете, они говорят, дня не хватает, чтобы пройти там какую-то деревню. Люди не выпускают, каются. В каждом доме люди принимают Иисуса Господом. Говорят, а где вы были? Слава Господу! Знаете, было время, когда один проповедник проповедовал там десяткам тысяч. Я верю, что сегодня эти десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы верующих христиан должны встать и пойти, и найти какого-то человека, чтобы проповедовать. Я верю, я верю, что сила Божия будет излита в наших землях. Я верю в пробужденную нацию. Второе, Коринфянам 3,18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Что преображает? Что изменяет мое мышление, мою жизнь? Это Божье Слово и это Дух Святой. Аминь. Когда я посвящен Божьему Слову, когда я, знаете, хочу познать роль Духа Святого, она очень велика. Она очень велика. Мы вообще не имеем права обесценивать роль Святого Духа. Некоторые христиане, которых Бог крестил Святым Духом, они стыдятся молиться на иных языках. И вы знаете, иные языки это дар Бога, это дар с неба. Как я могу или ты можешь стыдиться Божьего дара. Мне не стыдно за иные языки. Мне не стыдно за Духа Святого. Я жажду Его больше. И вот посмотрите, апостол Павел говорит, Слово Божье. Если мы посвящены Богу, мы будем пребывать в Его Слове. Параллельное место я бы хотел взять Иоанна 8, 31-32. И там Иисус говорит, именно говорит, уверовавшим в Него иудеям. Он говорит уверовавшим. Он не говорит всем подряд, но тем, кто уверовал. И Он сказал такие слова, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. И посмотрите, Павел говорит, взирая на славу, когда мы пребываем в Его Слове, смотрим Его Слово, вникаем в Слово, когда мы, знаете, ну не просто, как пастор Алексей говорит, золотые стишки читаем, мы должны влюбиться сегодня, как никогда, в Божье Слово. Дьявол продолжает бороться с Божьим Словом, чтобы стереть вообще его с твоих мозгов, с твоего сердца и заменить просто чем угодно, каким-то духовным опытом, каким-то, знаете, переживанием там, да? Но я тебе скажу, ничто не может заменить Божьего Слова. Авторитет Божьего Слова выше авторитета любого духовного переживания, любого духовного опыта, любого титула духовного. Божье Слово выше. Аминь. Иисус сказал к уверовавшим в Него, если пребудете в Моем Слове, то тогда вы найдете истинную цель в своей жизни, вы обнаружите правду для себя. Если вы будете пребывать в Моем Слове, вы будете слышать Мой голос. Не то, что люди говорят о вас, но то, что я говорю о тебе. А это очень важно. Один богатый миллионер, глухой, пошел врачу и вылечил свои уши. Знаете эту историю, да? Он такой был благодарный, он заплатил деньги, его доктор вылечил, через месяц приходит и говорит, доктор, как классно, что вы меня вылечили, так хорошо. А доктор говорит, наверное, вся семья радуется. А он говорит, а я им не сказал. И что? За последний месяц три раза завещание переписывал. И вот когда ты слушаешь, что люди о тебе говорят, тебя штормит. Аллилуйя. Иногда нужно быть глухим для людей. Прибывай в слове. Обстоятельства говорят, люди говорят, информации, источники говорят, новости говорят, все говорят и говорят. А Бог говорит, к уверовавшим в Него, пребывайте в Моем слове. Смотрите в Моем слове как в зеркало. И тогда я смогу сделать вас. И тогда придет преображение в вашу жизнь. Аллилуйя. Тогда невозможно станет возможным для тебя. Тогда невероятно будет вероятным для тебя. Амин. Моя слава и величие говорит Господь будут сопровождать твою жизнь слава Господу. Поаплодирую Господу. Аллилуйя. Захрати Аллилуйя. Бог живой. Амин. Истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Аллилуйя. Если пребудете во мне. Друзья мои, как доверять сегодня открывать свою волю тебе, Богу? Как наполнять какими-то зрелыми, серьезными откровениями твою жизнь, если твои мозги не преображены, характер не преображен. когда ты вспыльчивый, ты же вообще все Божье богатство и ценность под откос пустишь. Ты просто сольешь вот этим своим таким скверным характером. Поэтому Бог говорит, пребывайте в моем слове, вы будете слышать мой голос. Я помню, как на молодежном слете молодежь задала вопрос, как слышать голос Божий? Знаете, хороший вопрос, потому что не только молодежь, я встречал людей, которые тоже задавали эти вопросы, пастырь, как слышать голос Божий? А Бог со мной не говорит и так далее. Знаете, такие обвинения в адрес Бога. Бог говорит. И вы знаете, что чтобы слышать сверхъестественный голос Божий, нужно построить естественную платформу. А что является естественной платформой? А то, что сказал Иисус, если пребудете в Слове Моем. Вот встал утром, берешь послание к римлянам и прочитал все главы, все послание. Аллилуйя. А вечером за ужином прочитал, например, послание к эфесянам, все шесть глав. Аллилуйя. На следующий день берешь пророка Исаия кушаешь. Кто-то сказал, что три с половиной часа хватает, чтобы всю книгу пророка Исаия прочитать. Но пребывай в Слове и ты будешь знать голос Божий. Пребывай в Слове и ты будешь преображен. Твоя жизнь будет преображена. Знаете, иногда не надо бежать никуда, не надо торопиться. Есть такое слово в Священном Писании, сила твоя сидеть спокойно. Есть такие моменты, когда она просто успокоится и не суетится. но когда придет время, ты силы сберег, ресурсы сберег и открываются двери и ты понимаешь, это твое время. Амин. Это твое время. Аллилуйя. Это твой час. Он пробил и ты встаешь и творишь дела Божьи. Некоторые люди суетятся, носятся, все расточили, все, знаете, вот так вот потратили, все спустили и здоровья нету, и денег нету, ничего нету. Суета, забота житейская, а приходит время, Дух Святой начинает дуть от твоей паруса дырявые. Аллилуйя. Посвящение, преображение. Дух Святой. И знаете, я поймал на этой конференции мощную такую фразу, когда он сказал, он говорил, он говорил о Ковчеге Завета, он говорил об Иисусе, Луки 4, 18, и вдруг это как, знаете, утвердило в моем духе эту истину, что моя способность и соответствие с Божьим планом и замыслом в помазании Духа Святого. Амин. Вот почему надо посвящать и доверять Господу. И когда он говорит, следуй за мной, когда он поднимает тебя на другую ступень, когда он ведет тебя в новую ответственность, ты вообще не знаешь даже, что ты должен там делать, чем ты должен или должна заниматься, но продолжая жизнь в посвящении Господу, жизнь в вере, аллелуйя, ты будешь видеть Божью славу, Божьи чудеса и Божьи дела в своей жизни. Амин. И знаешь, вот именно Дух Святой, почему его роль настолько велика. Он делает, он дает тебе способность. Вот когда Иисус, помните, сказано, Иисус сказал, Дух Господа Бога на мне, да, и дальше он говорит, он помазал меня, и вдруг, знаете, я провел параллель между словом помазал и сделал способным проповедовать. помазал, то есть он дал мне способность это делать. Аллелуйя. Делать в соответствии с Божьим замыслом, да, делать в соответствии с Божьим планом. Амин. Без него я буду творить свои дела. И поэтому дождись, когда придет это помазание в твою жизнь. Дождись, когда сила его припояшет тебя. Аллелуйя. И если этого еще нету, не надо суетиться. Изгони суету из своей жизни. Мы так много потеряли из-за суеты. Мы так много просто потеряли. Мы столько боли и бед приобрели через суету. Амин. И поэтому нам нужен Дух Святой. Нам нужно продолжать быть посвященными. Нам нужно желать преображения. И тогда Бог помазывает тебя. И делает тебя способным делать то дело, которое соответствует Божьему плану и замыслу для твоей жизни. Во имя Иисуса. Давайте встанем для молитвы. Будь искренним. Это слово сегодня прозвучало на пастырском. Оно так часто звучит. Я верю это от Духа Святого. То, что Иисус сказал уверовавшим. Он говорит, только истина сделает тебя свободным. Нас освобождает правда, искренность и истина. Если ты был лентяем, вот так и скажи, Бог, я лентяй, я лодырь, я безразличный человек, я поверхностный. Я не был посвящен. Я не была посвящена тебе. Я не был серьезным вообще. Я вообще не серьезно воспринимал церковь, я не серьезно воспринимал проповеди, я не серьезно воспринимал те призвы, которые звучали с этого места. Друзья мои, есть, что исправить в нашей жизни. Надо поправить свои светильники. Амин. Церковь должна преобразиться. Господь скоро грядет. Аллелуйя. Господь близко. И поэтому, если не было вот этого посвящения, ты так, одной ногой здесь, другой ногой уже там, где-то на скидках, на селлах. Покайся и скажи, Бог, прости меня за такую жизнь вообще. Это вообще не жизнь. Вы понимаете, вообще нету жизни. Если нету стопроцентного посвящения, нету жизни. Чтобы человек упал, не всегда нужно сделать подножку. Иногда достаточно его подтолкнуть. И у дьявола масса методов, чтобы ты упал, чтобы ты остановился, чтобы ты этот сосуд сирием разбил, чтобы ты потерял это откровение. Давайте серьезно будем молиться и размышлять об этом. и просить Духа Святого, скажи, Дух Святой, веди меня в глубокое абсолютное посвящение Господу, откровению церкви. Аллилуйя. Если ты к церкви вот так относился, к собраниям, относился поверхностно, покайся и скажи, Бог, прости меня. Когда идет собрание, когда идет священное действие, когда, знаете, помазание Божье, Бог здесь, и Он касается людей, меняет судьбы, кто-то в это время может уйти, прийти, болтать, СМС-ки высылать. Скажи, Бог, очисти меня от суеты, освободи меня. Пусть всякие пустые, вообще непотребные вещи уйдут из моей жизни. Бог, Отец, я благодарю Тебя. Твоя любовь так велика, так могущественная. Ты доказал ее в Иисусе Христе, Сыне Твоем. Господи, Ты создал церковь, и Ты сказал, церковь – это моя невеста. Ты сказал, церковь – это мое творение. Ты сказал, церковь – это мой храм, это мой дом, это мое тело. Господи, как Ты дорожишь и ценишь. Иисус, Ты сказал, чтобы там, где я и Вы были, Ты так желаешь, чтобы мы были с Тобой. Я верю, Иисус, Ты хочешь видеть в наших сердцах глубокое, абсолютное посвящение. Посвящение Твоему Слову. Твоим откровением посвящение церкви. Я благодарю Тебя, Господь, за церковь. Я благодарю, Господь. Я благодарю за пастора Алексея и Ольгу. Я благодарю за всю команду служителей Божьих. Я благодарю Тебя, Господь, за этот сосуд, который хранит Твои откровения, который крепко держит за них, и они держат Я благодарю за Твое посещение и присутствие очень. Я благодарю за благость. Я благодарю за благоволение Твое. Я благодарю за милость, которая обновляется каждое утро. Отец, я так благодарен за верность Твою. Я благодарю за простертые руки небесного Отца. Господи, Твоя рука не сократилась, чтобы спасать, и Твое ухо не оттяжелело, чтобы слышать. И мы Твой народ, мы дети Твои, мы стоим перед Тобой, Боже, стоим такие, как есть. Бог, мы желаем преображения. С ними всякое, Господь, покрывало с наших глаз. Пусть всякая пелена, она уйдет во имя Иисуса. И пусть Твоя слава воссияет, засияет в наших жизнях. Пусть Твое божественное откровение, Твое слово обжигает наши сердца, наши судьбы, наш дух, наше сознание, нашу жизнь. Дух Святой, я прошу Тебя, я приглашаю и прошу Тебя, веди нас в глубокое абсолютное посвящение. Прости, Боже, за жизнь безразличную, за жизнь поверхностную. Когда пренебрегалось, Господь, Твое присутствие, Твое откровение, Твои призывы, прости, Боже, пусть Твоя святая кровь очистит, омоет нас, убелит нас. Мы посвящаем наши жизни Тебе. Мы посвящаем себя Твоим откровением, Боже. Мы посвящаем себя, Господь, место Твоего присутствия. Пусть ковчег завета будет в каждом сердце, пусть ковчег откровения будет в каждой жизни, пусть ковчег откровения будет в каждом доме, в каждой семье, Бог мой. Пусть всякая тьма уйдет из наших домов, пусть сердца будут преображены силой Святого Духа, Дух Святой, пусть всякая нечесть сгорит, пусть Твой свет засияет и сгонит всякую тьму, пусть не будет места никаким демонами без, никакому блуду, никакому разврату, никакому бунту во имя Иисуса. Ковчег откровения в каждом доме, ковчег откровения в наших городах, ковчег откровения в наших селениях, ковчег откровения в наших народах, в нашей земле, Боже, слава Твоя, сила Твоя, величие Твое, чудеса и знамения Твои, преображения Твое. Бог мой, я благодарю Тебя за Твое божественное прикосновение к нашему сердцу, к нашему сознанию, к нашей жизни. Бог, Отец, это Твоя любовь, которая имеет силу сокрушить любой лед, любой камень, это благодать Христа, я благодарю Тебя, преобрази каждого мужчину, каждую женщину, преобрази каждую семью, преобрази каждого юношу и девушку, пусть горит огонь святого духа, преобрази наших детей и помажь свежим елеем. мы мы сознаем это, Бог, только в помазании нашей способности и соответствии с Твоим божественным планом. Возьмитесь за руки, молитесь друг за друга, пусть придет глубокое посвящение, впереди так много еще работы. Аллилуйя, Божья благодать, благодать, сила Духа Святого, свежая помазание Божьем, Дух Святой припаяшь, припаяшь поясом силы, благодать. Аллилуйя, ребреша джасам бакадея, хоребри барабреш синдекем бре барамарале. бакадея, хоребри бакадея, бакадея, хоребри бакадея, бакадея, Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, Дух Святой, я прошу Тебя, пусть в этом собрании каждый, услышавший Тебя, примет решение идти в глубокое посвящение, следовать за Христом. Пусть каждый Господь в Твоем присутствии примет это решение преобразиться. Пусть придет эта жажда, пусть придет откровение. Мне нужно преображение. Мне нужно преображение. Преображенные мужчины, преображенные женщины, преображенная молодежь, преображенное лидерство, преображенная церковь, преображенный город, преображенная нация через могущественную силу Духа Святого, преображенные отношения, преображенные семьи во имя Иисуса. Благодарю Тебя, мой Бог, и поклоняюсь Тебе, благодарю Тебя и воздаю Тебе всю славу во имя Иисуса. И весь Божий народ скажет. Аминь. Слава Господу. Я хочу спросить, есть ли среди нас сегодня люди, которые еще не покаялись и не примирились с Иисусом? Если на этом месте есть мужчины или женщины, парни или девушки, и вы не примирились с Господом, я помолюсь с вами молитвой покаяния. Поднимите вашу руку, если вы желаете это делать. Аминь. Есть ли кто-то, кто еще не спасен? Все спасенные, слава Богу. Скажи, слава Богу. Халлелуя. Давайте мы возьмем наше семя, как преображенные люди. Халлелуя. Бог сказал, я дал вам богатство, чтобы вы утверждали мой завет на земле, чтобы вы инвестировали в завет Божий. Аминь. И никто другой не будет это делать, как только церковь Господа Иисуса Христа. Поэтому возьми твое семя, возьми жертву в этот вечер. Если Бог коснулся тебя, возьми жертву и поверь, придут перемены в твою жизнь. Придет преображение. Аминь. Придет преображение. Скажи, преображение. Преображение в моей жизни. В моей семье. Преображение в моем служении. Во имя Иисуса Христа. Скажи, преображение в моей жертве. Аминь. Мы не будем скупыми, мы будем жертвенными. Халлелуя. Потому что Бог открывает возможности для нас новые. Давайте жертвовать. Жертвовать с радостью, жертвовать с верой. Иисус говорит ученикам, следуйте за мной. Написано, они бросили сети. Они чем-то пожертвовали. Ради посвящения. Посвящение дорогого стоит. Но если ты приобретешь это качество, ты победитель. Аминь. Ты состоишься, как настоящий христианин. Ты будешь... Знаете, вот, я думаю, самое великое звание это когда тебя называют человеком Божьим. Ты станешь человеком Божьим. Аминь. Ты будешь жить совершенно в другом мире. Как написано, сильного духом Бог хранит совершенно в другом мире. Есть разный мир. Есть мир слабых. Есть мир сильный. Ах, алёвия. В каком мире ты хочешь жить? Брат, моя сестра. Если ты хочешь жить в мире слабый, скажи, Я хочу мира слабый. А если ты хочешь жить в мире сильный, скажи, Я хочу жить сильными. Я хочу жить в мире сильных. Бог сильный. Пусть слабый говорит, я сильный. Пусть скупой говорит, я щедрый. Аллилуйя. Как Бог благ. Аллилуйя. Я верю, я верю И так хочу на самом деле Чтобы наша жертвенность, она была сумасшедшей Нас уже говорят, называют сумасшедшими Но мы видим, что мы еще не сумасшедшие Аллилуйя! Скажи, я могу больше Если захочу Амин Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Когда пастор Алексей делится всегда своими проектами Сердце так сильно, знаете, обжигает И думаешь, я бы принес миллион долларов, если бы они были Это уже, знаете, уже 25 лет А проекты уже много, разных проектов А когда приезжаешь, думаешь, нету этого миллиона у тебя Миллион рублей есть белорусских, только не долларов Аллилуйя! Приносишь пока миллионы Но ты знаешь, все меняется Скажи, все изменится Все меняется Аллилуйя! И наша жертвенность меняется Все возрастает Аллилуйя! И возрастает наша жертвенность Слава Господу! Отец Небесный, во имя Иисуса Христа Мы молимся и благодарим Тебя За каждое семя За каждую жертву, десятину Во имя Иисуса Бог почти, прими Пусть небеса будут открытыми Над каждой жизнью Как Ты обещал в Своем Слове Пусть река жизни Благословения Защиты Полноты Господа Иисуса Христа Наполнит каждую жизнь Наполнит каждый дом Наполнит каждое служение Во имя Иисуса Пусть все поражающие уйдут И придет благословение Небесного Отца Во имя Иисуса Я благословляю Каждого Божьего человека Чтобы радость была совершенной Мир был совершенный Чтобы каждый был облечен В праведность И ходил в этой праведности Силе и власти Господа Иисуса Христа Аминь Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры создавал DimaTorzok